В Котласском районе открылась грузопассажирская паромная переправа через Вычихду. Навигация в этом году стартовала на две недели позже. После размытия переправы связь между Котласом и правым берегом Вычихды осуществлял пассажирский катер «Водник». Накануне стала возможна перевозка автомобильного транспорта. Паром выполняет четыре рейса в день. Билет для пассажира стоит 30 рублей, для легковой машины – 250. Восемь в десять, в два, в четыре. Эти рейсы будут у нас долго. Пока, ну я думаю, пока после половодия мы можем увеличить на полное расписание. И пятницу, воскресенье сделали в 18 часов. Сегодня весь мир отмечает День метеоролога. Архангельские предсказатели погоды праздник встречают на посту. Сейчас нужно следить не только за изменениями атмосферы, но и за ледовой обстановкой. Несмотря на теплую погоду, лед на реках области еще достаточно прочный. Однако его толщина неравномерная. Это вызвано сильными перепадами температур. Сейчас мы проводим очень тщательное обследование льда. Собираем данные погодные. И вот в данном случае проводят наблюдение толщины льда. Сегодня вот мы намерили 64, на другой площадке 52. Поэтому в целом говорить о легкой ледовой обстановке не приходится. Мамы новорожденных малышей могут получать свидетельство о рождении ребенка еще до выписки, не выходя из роддома. К акции самый первый документ присоединилась и 7-я городская больница Архангельска. Там уже создано рабочее место для специалиста отдела ЗАГС. Процедура регистрации проста. Родителям нужно определиться с именем малыша, собрать необходимый пакет документов и передать его сотрудникам центра. Первый прием посетительниц состоится уже сегодня. Он будет вестись регулярно один раз в неделю по четвергам. Уже в конце марта на площади у Архангельского драмтеатра появится бесплатный Wi-Fi. Получить одновременный доступ смогут более 200 устройств. Петровский парк – это пилотная зона. В ближайшее время бесплатный Wi-Fi появится в большинстве мест отдыха горожан и гостей города. В свет вышла книга «Правда Севера. Портрет времени». Это подарок Архангельской телевизионной компании к вековому юбилею главного печатного издания региона. В основу издания легли 100 статей про наших мастеров и 100 имен – художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Работа над изданием шла полтора года. О художниках некоторых ничего не было известно. Некоторые живут в Северодвирске или, допустим, в области. А что с ними, как они работают, над чем работают – это надо было узнавать непосредственно у них. Наши местные архангельские художники с этим было проще. Всегда отвлекались очень хорошо и с удовольствием отвечали на вопросы. Европейская весна пришла. В Центре Патриот открылся 12-й международный музыкально-театральный фестиваль. Зрители могли увидеть постановку Питерского театра «Ди Капуа» под названием «Мария де Буанес-Айрес». Сегодня у меня впечатление праздника. Ну, праздника, потому что Европейская весна, и весна пришла в город. Ну, надо учитывать, что пьеса сложная, потому что 67-й год, 40 лет назад, и Аргентина, и веселье. Ну, мне все нравится. В этом году фестиваль пройдет на нескольких площадках и продлится до 19 апреля. Жители и гости столицы Помория познакомятся с творчеством музыкальных коллективов из Санкт-Петербурга и Франции. А главным событием Европейской весны станет спектакль Максима Диденко «Конармия». Сегодня в Архангельском музыкальном колледже стартует 15-й областной открытый конкурс исполнителей на народных инструментах. Участие в нем примут более 150 начинающих исполнителей из детских школ искусств Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Главный приз – сертификат, дающий возможность поступить в Архангельский музыкальный колледж без экзаменов. Я решила попробовать свои возможности. Смогу ли я получить какое-нибудь место и справиться с волнением, и посмотреть на результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова